Музыка Наличие которого как такового более 70 лет отрицала советская власть И решение вопроса защиты русского народа как государство образующего народа России В последнее десятилетие к этим вопросам добавилась еще и проблема мигрантов Как у нас не было никакой национальной политики, так и сейчас у нас фактически отсутствует миграционная политика, чтобы там не заявляли ФМС Толпы никем не контролируемых мигрантов без каких-либо визовых и визных ограничений движутся в нашу страну Везут нам преступность, везут наркотики, везут безработицу и везут заболевания И русский народ уже не выдерживает народные волнения в Пугачево, Саратовской области, в Арзамасе Нижегородской, в Московском районе Бирюлёва Все помнят просто потому, что это попало в СМИ А сколько таких волнений было на самом деле? Ни с политической, ни с экономической точки зрения такие мигранты нам не нужны Добавьте 15 секунд Коллеги, прошу вас, укладывайтесь в отведенную минуту на то, чтобы сформулировать вопрос Ни с политической, ни с экономической точки зрения такие мигранты нам не нужны А социальные, они вредны и опасны Что предполагает сделать правительству для того, чтобы решить эту проблему И подобные народные волнения больше не повторялись? Игорь Владимирович, ну что я могу сказать? Эта проблема безусловно есть И состояние дел в миграционной сфере находится в зоне пристального внимания И не только депутатов Государственной Думы, не только политических сил Но все-таки и государственных структур Мы за последнее время, кстати, с вашей помощью, с помощью Государственной Думы Приняли целый ряд очень важных законов, которые направлены на упорядочение ситуации в миграционной сфере И по срокам пребывания на территории России я напомню, что теперь такой срок При отсутствии других оснований составляет не более чем 90 суток за 180 дней И в смысле получения различного рода разрешений на работу Что касается работы ФМС Ну, наверное, там тоже не все идеально Но я напомню, что только за прошлый год территориальными органами ФМС было выявлено почти 800 тысяч административных правонарушений в области миграции И возбуждено 800 уголовных дел Это означает, что все-таки медленно, но эта ситуация государством берется под жесткий контроль Более того, по состоянию на текущий апрель в нашей стране Территориальные органы ФМС приняли решение о том, чтобы 600 тысяч человек, иностранных граждан Не получили право на въезд в нашу страну Это очень значительная цифра Нам постоянно об этом говорят наши партнеры из других стран Ориентируясь на то, что все-таки эти решения будут пересмотрены Тем не менее, мы здесь заняли принципиальную позицию Но, если говорить прямо, к этой работе должен подключаться не только ФМС Очень важное значение придается работе самих работодателей, владельцев предприятий Ну и просто тех граждан, которые предоставляют кров и ночлег соответствующим группам населения Они тоже должны находиться под контролем государства Но давайте признаемся по-честному Да, многие миграционные процессы вызывают у наших граждан обоснованное тревогу и даже осуждение Но, с другой стороны, мы заинтересованы, чтобы в Россию приезжали не только высоко квалифицированные специалисты Нам нужны инноваторы Но давайте признаемся честно, нам нужны и дворники Дворниками-то у нас никто не хочет работать, как и во многих других странах У нас уровень благосостояния поднялся И поэтому неквалифицированным трудом заниматься не хотят Поэтому иностранные граждане, которые приезжают, чтобы трудиться на таких рабочих местах Они нам нужны, но они должны быть приспособлены к жизни в России Они должны говорить по-русски, они должны соответствовать нашим традициям И не навязывать свои привычки местным жителям И вот это уже задача ФМС, это задача других государственных структур Заниматься именно этими вопросами Я уверен, что мы продолжим с вами работу над совершенствованием миграционного законодательства Спасибо, Людмила Ивановна Швейцова Уважаемый Дмитрий Анатольевич, сегодня сложилась парадоксальная ситуация Тенденция сокращения коррекционных школ для детей-инвалидов Да, увеличивается сектор инклюзивных школ, появляется дистанционное образование Но при том, что в стране всего 1728 таких школ Начиная с 2000 года, их количество сократилось на 218 единиц За последний год на 29 единиц В прошлом году не открыто ни одного вновь построенного коррекционного учреждения Закрываются даже те школы, число которых и без того составляет единицы Для незрячих, слабовидящих, неслышащих, а также детей с нарушением опорно-двигательного аппарата На селе таких школ практически единицы Я прошу вас, как человека, очень много делающего в рамках программы для инвалидов Сказать, что правительство предпринимает для того, чтобы все три сектора Равномерно были представлены у нас в образовании детей И инклюзии, и коррекционные, и дистанционные Спасибо Спасибо, Лена Ивановна Значит, что я могу сказать Во-первых, я в целом разделяю некоторое беспокойство по поводу снижения количества коррекционных школ Правда, если говорить о количестве детей, то оно в принципе в общем плане не уменьшается Я посмотрел за последние, наверное, 3-4 года У нас количество коррекционных школ сократилось порядка на 70-80 единиц Но количество детей не сократилось То есть там все-таки идет процесс реорганизации Потому что не все они все-таки оснащены по нормальному уровню Но следить за общим количеством необходимо Я вашу обеспокоенность разделяю Второе, о чем хотел бы сказать Безусловно, необходимо, чтобы развивались все три направления Но вот об инклюзивном образовании, скажем прямо Мы еще в последнее, некоторое время назад даже не слышали Я даже помню, вот для самого себя, для моих каких-то впечатлений Очень показательным был визит в одну из московских инклюзивных школ Я первый раз просто увидел, вот как реально в одном общеобразовательном учебном заведении И обычные дети, и дети с ограничениями по здоровью Это, конечно, совершенно другая среда Это просто другой уровень доброты Потому что мы знаем, дети, в общем, они очень часто занимают такие жесткие позиции По отношению к своим сверстникам А когда они вместе, они начинают им сопереживать Они понимают, что это такие же дети, как они, но у них есть проблемы со здоровьем И мне кажется, в этом смысле мы сделали шаг вперед, когда стали развивать инклюзивное образование В том числе в Москве Оно не должно подменять коррекционное, конечно Потому что не всех детей с нарушениями здоровья можно отправить в инклюзивную школу Но развивать это направление нужно И это направление будет поддержано за счет государственного финансирования Что касается дистанционных технологий То это очень важно для всех категорий людей и детей В том числе с ограничениями по здоровью Мы, естественно, будем вкладывать в эти цифровые технологии, в дистанционные технологии Также дополнительное финансирование Поэтому суммируя то, что я сказал За количеством коррекционных школ надо следить Особая тревога – это провинция Но самое главное, чтобы не уменьшалось количество детей, которые туда приходят Которым требуется именно коррекционная педагогика И вот баланс этого нам необходимо будет вместе с вами окончательно определить Спасибо Спасибо, Михаил Васильевич Емельянов Уважаемый Дмитрий Анатольевич В связи с предполагаемым активным бюджетным финансированием новых субъектов Российской Федерации Участием наших избирателей возникло беспокойство Что другие субъекты окажутся обделены и недофинансированы Вот могли бы вы компетентно развеять эти опасения И еще один, если позволите, севастопольско-крымский сюжет Начался процесс приведения законодательства, действующего в Крыму в соответствии с российским законодательством Это правильно, естественно Но анализ показывает, что в Крыму действует ряд норм и правовых механизмов Которых нет в нашем законодательстве, но которые весьма эффективны В частности, не знаю, знаете вы или нет, но недвижимость и права на недвижимое имущество в Крыму Регистрируют за один день Нам об этом остается только мечтать в связи с нашей бюрократией В Крыму действует давно уже закон о детях войны В Крыму народные учителя и заслуженные учителя получают дополнительную надбавку к заработной плате и так далее Может ли быть эта улица с двусторонним движением, а не односторонним движением? Спасибо Спасибо большое, Михаил Васильевич Значит, ну, первое Все хорошее, что есть в Крыму и в Севастополе, что реально работает, мы должны взять на вооружение Здесь нечего щеки надувать, говорить, что Россия в прежних границах Наша страна круче, мощнее, мы более передовые У нас денег больше было за последние годы, и поэтому мы лучше развиты Есть, наверное, и что-то, что можно было бы взять на вооружение Но, все-таки, когда мы смотрим на те или иные административные процедуры Мы должны реально оценивать, к чему они приводят Вот если говорить о ситуации в Крыму, прежде всего, с регистрацией прав на недвижимость Но мы с вами понимаем, какое количество нарушений там было И какое количество, по сути, самозахватов и других проблем там образовалось за годы, когда Крым находился под юрисдикцией Украины Поэтому быстрота регистрации, это, конечно, хорошо Но не менее важна юридическая чистота регистрации, чтобы нас потом не забросали исками в судах И чтобы люди потом не выходили стенка на стенку Но мы посмотрим на юридическую практику регистрации того, что там есть Если есть возможность, еще раз говорю, что-то распространить на существующую в целом в России Юридическую практику регистрации прав на недвижимое имущество, мы это сделаем Вы говорили по поводу надбавок и некоторых других форм льгот Когда я вместе с коллегами посещал Крым, мы там проводили заседания правительства То я сказал одну, мне кажется, правильную фразу, отражающую нашу государственную позицию Значит, каждый гражданин, который проживает на территории Крыма Который получил льготы, которых нет в России Эти возможности в том или ином виде должен сохранить Никто не должен ничего потерять от присоединения к России Более того, наверное, какие-то идеи, которые были реализованы в Крыму Нами могут быть использованы и в дальнейшем При понимании, конечно, того, что мы уходим от льгот в натуральном выражении И должны будем заниматься их монетизацией Так, как это было сделано на территории нашей страны Ну и, наконец, последнее, с чего вы начали Конечно, для нас Крым и Севастополь – это большая радость И новые возможности развития нашей страны Но ни в коем случае мы не должны допустить ситуации Когда развитие Крыма будет происходить за счет развития других регионов Это было бы худшей дискредитацией тех великих решений, которые были приняты в этом году Поэтому мы вот и вчера обсуждали этот вопрос с президентом И с коллегами обсуждаем постоянно Естественно, для развития Крыма и Севастополя Мы найдем дополнительные источники финансирования И нет, все только приобретут Спасибо Константин Александрович Лазарев Дмитрий Анатольевич С начала этого года вы опустили курс рубля по отношению к доллару и к евро Оренкругленно на 10% С учетом того, что у нас потребительский рынок во многом представлен импортом Безусловно, это приведет к росту цен на нем С 1991 года у нас ежегодный многомиллиардный отток капитала Он происходил в том числе и в тот период, когда вы занимали должность президента Это с очевидностью свидетельствует о том, что производить товары у нас в стране убыточно и невыгодно Говорить о импортозамещении при данных обстоятельствах невозможно В связи с этим у меня вопрос Какие вы планируете принять меры для сдерживания инфляции на потребительском рынке? Собираетесь ли вы предпринимать меры по пресечению оттока капитала из страны? Возврата в страну государственных валютных резервов и прекращение заимствования на внешнем рынке? Спасибо, Константин Александрович Вы начали с того, что я опустил курс рубля Но я ничего не опускал На самом деле курс рубля складывается на рынке, является свободным И по сути государство в лице Центрального банка может оказывать лишь косвенное влияние на курсовую политику Такова мировая практика И мы идем по этому пути Если бы мы фиксировали курс рубля То у нас была бы другая экономика И как в некоторых странах В том числе и в некоторых странах, которые нам близки У нас существовало бы 2, 3 или 4 курса Один из которых был бы истинным или рыночным А все остальные курсы были бы зажатыми И соответственно были бы далеки от истинной ситуации в экономике Вы правы в том, что отток капитала продолжается Были периоды, правда, когда он уменьшался Но мы с вами должны все-таки разобраться в том, что из себя представляет Продолжение следует...